Философия живой этики Когда она вышла напрямую к этой проблеме И стала ей заниматься уже в научном таком Глубокоаналитическом таком ключе Знаете, она была громадной И это чувствовалось В ее присутствии Нет, не чувствовал себя приниженным Но понимал, около кого ты находишься Если говорить об этой философии То есть, безусловно, различия Между традиционными системами философии И системой живой этики Большое дело, что она издала или переиздала Многие произведения и Рериха И членов его семьи Елены Ивановны И Юрия Николаевича И организовывала различного рода выставки Вот это тоже очень большое дело Широкая популяризация Наследие Рериха Как выдающегося русского художника Вот это, я считаю, одна из первых Ее самых больших заслуг Потому что Рерих практически Мало был известен у нас В этом плане Особенно вот Те произведения, которые были созданы В индийское время его существования Самое главное в живой этике И в космическом учении Или, вернее, в космическом мышлении Это, я бы сказала, проблема знания Проблема знания, которая самым тесным образом Связана с развитием сознания нашего Она великий труженик Вот И семьи Рерихов Дела Рерихов Это очень своеобразная роль женщины в истории Так вот, она ее реализовывала Среди великих женщин Она заглянула глубже Так сказать, вот Творческую мастерскую И самого Рериха И членов 8 лет Прежде всего, Елены Ивановны И у нее ведь очень многие были Основанные на изучении философии Веданты На основе вот этих Идей космизма Которые стали очень широко распространяться Не только у нас Но и за многих Не только в Индии Но и за рубежом Мы, если будем смотреть на космос С точки зрения живой этики Мы увидим богатство Различных состояний материи Различных состояний жизни Которые между собой Все время взаимодействуют Космизм, как философская концепция Восприятие мира и так далее Вот это вот И многие вещи гипотетического Такого характера Как гипотезы Я часто говорил Что вот иногда Ваша постановка вопросов Они пока гипотезы Она соглашалась со мной Вот я думаю Что вот это ее большая заслуга Что она прикоснулась Пока что вот к этой проблеме Я бы так назвал Еще гипотетически во многом Но это очень важно Что она коснулась Это не каждому дано Одна треть людей Которые активны Но в этой одной трети Есть ничтожный процесс Один два процента Тех, кто создает концепции И меньше одного процента Тех, кто их решает Пушкин Ломоносов Ленин Вот люди Это уровни, которые переворачивают мир Людмила Васильевна Принадлежала к этим людям Атеизм Лишил науку Очень важного Я бы сказала Провода Провода С материи Более высокого состояния Космической Когда этого нету То наука занимается В основном Исследованием Плотного мира Что касается метанауки То она ограничивает Себя полностью Духовной Так сказать Информации И не обращает Внимания на те достижения Которые достигаются И существуют У эмпирической науки Поэтому В конечном счете Живая этика Ставит Главную задачу Задачу Соединения Или синтеза Обоих направлений Получения знаний Вот эта часть русской культуры Где идет синтез Между древной Русью И между современной Между индийскими И русскими сюжетами Между индуизмом И христианством И так далее И вот все эти проблемы И между буддизмом И вот И Геданты И прочими Направлениями В индийской философии Поэтому мне Вот это представляет Очень большой вклад Это Новое Совершенно Направление И в философской науке И в науке По изучению Культурных связей Живая этика В общем-то Как философия Она посвящена Космической эволюции Она посвящена Космической эволюции И Энергетическому Мировоззрению Которую мы находим В живой этике И о котором Очень много Писал Николай Константинович Рерик В конце концов Космос Это порядок Космос Это система Которая Должна Действовать По каким-то Законам Живая этика Дает нам Эти законы Вот возьмите У нас Бехтерева Замечательный Ученый Я ее Хорошо знал И Выступала Она у нас На президиуме Часто ее Так сказать Не принимали Когда она Начинала Говорить О биотоках Так О вещах Снах О передаче Мыслей на расстояние Вот такие Феномены Человеческой деятельности Человеческого сознания Которые Так сказать Не укладываются Пока что В какую-то Традиционную Нашу Философскую И Психологическую Такую Модель Развития Человеческого Разума Вот Тем не менее Она продолжала Заниматься Бехтерев Вот я мог бы Вести параллели Между этими Двумя женщинами Так и Шапошникова Ведь В конечном счете Когда Мы говорим О науке Эмпирической И Метанауке То Эти Понятия Приложимы К любой Области Науки Я могу Приложить Только к истории Я к физике Не могу К химии Не могу Естественно Но только к истории Я боялся К ней подходить Я слишком чувствовал Свою несоизмеримость С ней Да Преклонялся Да Восхищался Да Боготворил Но Нет А зря Ну а как я мог Да Брат Пушкин Что такое Метаисторический Процесс С моей точки зрения И с точки зрения Конечно Живой этики Это Процессы Которые Связаны С мирами Иных Более Высоких Состояний Более Богатых Измерений И эти Процессы Они Носят Причинный Характер Метаистория Связана С тремя Временами Прошлое Настоящее Будущее Но не так Отдельно Как мы Принимаем А цельно И вот Цельность Вот этих Трех Времен Которое У нас Вот Изображено На этом Знаке Знамени Мира Цельность Этих Времен Еще Делает Метаисторию Профетическим Профетическим Процессом То есть Предсказанием Это Пробудило Интерес Вот сейчас Я знаю Научный Совет Которым Черешнев Академик Руководит Этим Советом Серьезный Ученый И Он Председатель Комиссии По Науке Государственной Думе Это признанный Такой Мировой Авторитет Он взялся За руководство Этим Советом Которым Вот эта Проблематика Которую Я вам Сейчас Сказал Шапшниковой Гипотетической Таких Идей Она была Принята И Всегда Шапшникова По ним Выступала С очень Интересными Какими-то Докладами С Новыми Какими-то Открытиями Новыми Поисками Истинной Вот на этом Трудном Пути Я вот Поэтому Очень приветствую Вот это направление Но А с другой стороны Клад ее Клад Это то Что она Открыла Совершенно Новую Неизвестную Для нас Реальность И Эта Новая Наука Заключается В том Что Эмпирическая Наука Должна Обрести Связь С более Высоким Состоянием Материи И Исследовать Эту Материю Тогда Все Что влияет Оттуда На нас Будет Доступно Исследованию И будет Доступно Истине Продолжение следует Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...